А вам тоже, норовичеков, да продолжают мёртвую во всех смыслах игру, надейтесь хоть как-то высосать деньги с наивных дурочками фанбоев. Мне вот нет. А знаете, какая первая моя реакция была на подобный трейлер? А вот какая. Всем привет, с вами Томанин Дрин, и сегодня мы поговорим с вами о неуместном, убогом трейлере Aftermath для МК-11. Сегодня у нас с вами несколько тем для обсуждения, и начнём мы с вами, конечно же, с сюжета, поскольку я считаю это немаловажным аспектом данной игры и в целом франшизы. И тут, конечно же, он высосан из пальца и абсолютно убог, так же, как и оригинальный сюжет. В основном потому, что в нём присутствуют дилси-персонажи, которых вы должны были покупать в течение года для того, чтобы купить эту ужасную игру. Присутствуют такие странные союзы, как, например, Шан Цунг, один из самых ужасных, страшных, негативных, отрицательных персонажей, который не имеет никакого шанса на прощение, вдруг объединяется с главными героями для того, чтобы спасти мир. Хм, во что же это выльется? Никто не знает, никто. Однако, всё-таки, я хочу отметить, что есть небольшой плюс, поскольку видеть Шан Цунга опять, ещё и действующим лицом, это всё-таки плюс. Ко всему прочему, это не просто Шан Цунг, а Шан Цунг, связанный с фильмами, что, ну, сразу повышает как-то его ценность. Что же касается остальных персонажей, то всё крайне плохо. Они присасывают туда Синдел, они присасывают туда Фуджина, они присасывают туда Шиву, которая вообще какой-то такой себе персонаж, что вообще её тяжело выводить на главные роли. И всё это выливается ещё в то, что сюжет и так не имеет никакой ценности, это я про оригинал. Так ещё и это DLC теперь, которое выходит и сможет обесценить его ещё больше. Я не думал, что можно оригинальный сюжет обесценить ещё больше, но у них получилось. Из этого вытекает следующая проблема, продолжение, которое нам не нужно было, и которого никто из нас не просил. Убогий сюжет оригинала без того был оскорбителен, и играть в него было просто мега неприятно. Но вот эти вот аутичные события, которые произойдут и полностью свернут в рок-таймлайн ещё больше, чем он уже свёрнут, это будет ужасно. Шан Цунг опять предаст, опять будет потасовка за корону, опять добро победит и зло проиграет, опять бла-бла-бла-бла-бла. Сто раз уже это видели, ничего интересного в игре про Сон Собаки нам уже не покажут. Разве могут события иметь вес, когда у вас есть боги, манипулирующие временем как угодно? Теперь давайте поговорим о новом сомнительном ростере, который предоставляют нам разработчики. Вот, например, кому из вас нафиг нужен Фуджин, когда его уме с ним было бы видеть в Десятке? Или, например, Шива, мало того, что воистину ожидаемых классических персонажей нам так и не дают, так и теперь суперного офигенно интересных персонажей из Десятки сами же и убрали. Ну, хотя бы Жегки оставили, я на том спасибо. О, слышите? Кто-то стучится со дна. Кажется, это наш старый друг Котлькан с релиза. Спасибо, Дрин. Хоть ты меня не забываешь. И это вообще сейчас всё к чему. Новые фичи и персонажи, они не способны отлком от 11. На момент выхода видео в игре сидит по миру всего лишь, ну, тысячи две-три людей. Дайте я поясню вам только сейчас, что я говорю не про консоли, наверное, с людьми всё-таки ситуация получше, но проблем игры плюс-минус пара тысяч в зависимости от платформы вообще не меняет. Игра верным путём идёт по стопам ДБД и её разрабов прямиком в могилу. Все эти стейдж-фаталити и франшипы. Я не спорю, это приятно, но это не то, что сейчас нужно игре действительно. Игра сломанная у бога со старта. Если даже коренные механики мы уже изменить не можем, ну, по понятным причинам, то множественные проблемы игры можно было бы. Но патч бывает лишь с выходом DLC, и то не по тем вещам, которые действительно просят люди уже долгое время. А иногда какой-нибудь патч ломает игру куда больше, чем это было раньше. Вы не верите? Можете зайти и посмотреть мостаревший гайд по богаюзу в игре, благо они это пофиксили. Интересно, что сможете легко найти ссылку в описании. И самая немаловажная проблема, которая касается лично меня и всех вас, это цена данного DLC. Да-да, оно не бесплатное для премиумов. То есть вы покупаете премиум, он предполагает то, что вы получаете полную сборку игры, пусть и не сразу, но оказывается, пожалуйста, у нас есть автомасс, который не предоставляется премиуму. И на минуточку, только задумайтесь, слушайте сейчас крайне внимательно мой голос. Этот автомасс, добавляющий парочку персонажей, не исправляющих проблем, добавляющих пару сюжетных боев, ничем не отличающихся от всех прочих, это все стоит 2 трети этой мертвой игры. То есть если переводить на рубчинский, это стоит 800 рублей. Айс. Это полезный урок и повторение ситуации с Mortal Kombat X, если вы помните Kombat Pack 2. Ну, была такая ситуация, когда ты покупаешь фулл игру, а весь контент тебе не предоставлен. Благо тогда они все-таки сжалились и выпустили, однако уже поздно было и никому не нужно. Так что я призываю вас, лично я не знаю как остальные, но я призываю вас, не покупайте эту игру, не кормите их еще больше. Дайте этой игре загнуться и наконец-таки умереть. Ну и конечно же, давайте поговорим про неуместность Тробокопа. Уже раньше бывали шутки про Терминаторов или, например, Эши из Зловещих Мертвецов, но в итоге-то это все превращается в правду. Если в далеком 2011-м все началось с гостевого персонажа Фредди, то это начало продолжаться и продолжаться, добавляться разные персонажи по типу Хищника, Чужого, Кошного Лица. И пусть из части в части они не переходят, тем не менее отношение к игре становится уже неодобрительным, поскольку они уже не знают, что добавить и начинают добавлять совсем неуместных персонажей. Вы, Робокоп, не самый интересный персонаж, которого стоило бы добавлять в Mortal Kombat. И, к сожалению, почему он мне не нравится, это потому что силы, брошенные на него, могли бы использоваться для того, чтобы добавить более классических и приятных персонажей глазу, по типу Рептилии, Рейна, Смоука, вот подобных интересных персонажей, а не Робокопа, который представляет из себя шагающего робота. А теперь, люди, простой вопрос. Почему они вообще вводят Робокопа, а не какого-то классического персонажа из Mortal Kombat? Ответ довольно простой, потому что это наглое, уродское паразитирование на культовых образах в жалкой попытке хоть как-то наскрести денег. Потому что, ну, эта игра объективно мёртвая. Этим делом все они так и кричат. Мы вставляем неподходящего персонажа в игру. Вы смотрели его в детстве. Покупайте наше полное издание, и вы получите возможность за него поиграть. И тогда мы внесём какого-то ещё более несуразного персонажа, чем он. Еееее! Игра превращается в тот самый муген, которыми все всегда стебались, поскольку в эти мугены добавляли самых неуместных персонажей. Один из мугенов, в которых я играл, включал в себя гигантского робота Венома в Mortal Kombat. Кто же будет следующим гостевым персонажем? Может быть, Огурчик Рик? Террион Ланнистер? Терри Крюс? Илон Маск? А-а-а! Кажется, я знаю! Вы думали, он забыл? Вы думали, он простил? Потеряв своих друзей, он вернулся с того света, чтобы отомстить. Тинки Венкалити! На этом всё. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте о стримах и видео. И обязательно проверяйте мои новые видео. Иконы душноты на канале. Всем благ, ребята.